Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и вы ведущий Степа Волк. Сейчас я еду на первый всесоюзный туристический слёт блогера. Организовал его Денис Доропей, известный блогер, турист. Слёт пройдёт в Тверской области, рядом с городом Дубна, в очень живописном месте, на берегу Волги. Достаточно повезло с пробками. Несмотря на то, что сегодня субботнее утро, машин очень немного. Ну и надеюсь, в ближайшее время уже быть на месте. Дорога к Дубне идёт по Дмитровскому шоссе. Это около 150 километров от Москвы. Очень живописная дорога, впереди мост. Это путепровод через канал имени Москвы, который идёт справа от Дмитровского шоссе, почти параллельно Дмитровскому шоссе. Вот такой вот симпатичный мост. И справа видно как раз, как проходит канал. Интересно, что всё это огорожено колючей проволокой. Мосты у нас являются стратегическими объектами. А мы сейчас пересекаем канал имени Москвы. Наверху такая вот стела, памятник. И стела – это памятник воинам, сражавшимся в Великой Отечественной войне. Здесь тоже проходил рубеж обороны Москвы. Не перестаю восхищаться красотой дороги. Очень живописная, в очень живописных местах здесь проложена трасса. И вот мы въезжаем сейчас в город Дмитров. Вот впереди виднеются кварталы Дмитрова. Город расположен на холмах. Здесь поворот на Талдом. Так, стоп на Дубну и на Талдом. Значит, мне направо. Лучше лишний раз не смотреть на указатели. Повернул я не совсем правильно. Точнее, это действительно дорога на Дубну. Но это объездная дорога по окраине Дмитрова. Сделал крюк в лишних несколько километров. И плюс еще умудрился в подмосковном Дмитрове попасть в пробку. Я уже решил не доверяться дорожным знаком и своей интуиции. Построил маршрут. Впереди мост как раз вот, судя по Яндекс.Картам, мост через канал Москва-Волга. Поднимаемся на горочку. И сейчас я окажусь на мосту через... На очередном мосту через канал имени Москвы. Канал Москва-Волга. Такая вот ажурная, кажущаяся легкая конструкция. И видно, что мы проезжаем над каналом, берега канала. И вот я уже подъезжаю, приближаюсь к конечной точке своего путешествия. Сейчас я въезжаю в город Дубна. Советское время наукоград. Закрытый город. Здесь находились институты физиков и ядерщиков, если я не ошибаюсь. Сейчас мы проезжаем под каналом имени Москвы и выезжаем на берег Волги. Вот такой вот здесь туннель проложен под каналом. И после него сейчас сразу я попадаю к берегу Волги. Сейчас я буду пересекать, очевидно, по мосту, пересекать реку в сторону города Кимры. Здесь даже не мост, здесь такая вот дамба образована. Трансформаторная подстанция большая. Слева порт. Видны портовые краны. И мы уезжаем тут в движение по шлюзу. Вот сама Волга справа. Очень широкая река в этом месте. Вообще Волга широкая река. Слева портовые постройки. И дальше уже продолжается дорога в сторону города Кимры Тверской области. Вот такой вот памятник установлен на одной из улиц Дубны. По дорогам ездят симпатичные девушки на велосипедах. Да, город богат на велосипедисток. Вот за несколько минут поездки по городу я встречаю уже еще одну велосипедистку. И вот я уже на территории Тверской области. Ага, подъезжаем к месту слета. Дорога а-ля стиральная доска. Я рискую высадить зубы от такой трясучки. Поражает, что Яндекс знает вот такие вот проселочные дорожки. То есть он меня продолжает вести, показывая дорогу. Я надеюсь, что все-таки Яндекс не выступит в роли Сусанина. Совсем на глухой окраине деревни встречаю вот такой вот знак. И вот впереди уже виднеется площадка, флаги. А я пристроился за одним из участников, который приехал на турслет на велосипеде. Вот он, лагерь. Я так понимаю, что это пункт регистрации. А вот и Денис. Главный организатор всего этого мероприятия. Импровизированная сцена. На фаркопе тягача. Раз-два. Все это на красивейшем берегу Волги. Раз-два. Ну а я пока решил пойти обустроить свой быт. Выбрать место для палатки, поставить палатку. Вот за мной кемпинговая зона. Слета это популяризация туризма. Причем в любом формате, в котором вы можете себе его представить. Конечно же, туризм с рюкзаком и палаткой. В первую очередь. Но сюда мы позвали людей, которые привыкли к чему-то такому автомобильному. Те, которые просто ездят из одного города в другой. Наблюдают за этими городами. И снимают какие-то свои автообзоры. Нищенки. Именно. Сюда мы позвали людей, которые пишут невероятно классные статьи в ЖЖ. О своих же путешествиях по разным странам. И вот цель этого мероприятия сделать так, чтобы людей, которые пишут о туризме, снимают о туризме, стало еще больше. Чтобы аудитория у всех этих людей выросла. Чтобы в итоге просто туристов стало больше. Не алкашей, наркоманов, там непонятных вообще днищ. А нормальных туристов, путешественников, которых мы любим. Которые, может быть, у нас в подписчиках. А может быть и мы у них в подписчиках. Кто все эти люди? В первую очередь США. Кому интересна тема про США и путешествия за рубеж, то подходите, пообщаемся, буду рад. У меня канал о том, что я составил список из всех целей, которыми я хотел в жизни добиться. И выполняю. О выполнении каждого из пунктов публикую видеоотчет. А также последние два года я провел путешествия, периодически выкладывая видео отчет на своем пути. Я подсел на видео и не могу с этим соскочить. У меня канал на ютубе. Я снимаю там видео про походы и самостоятельные путешествия. Очень приятно видеть всех вас. Попал я в это дело совершенно случайно, потому что мы с Денисом учились в одном институте. Вместе ходили в одни походы. И он меня тоже говорит, ну давай тоже выкладывай, выкладывай. Попробуй. Ну что еще сказать? Ну, канал мой про, получается, про походы, про велосипеды. Я очень давно езжу на велосипедах. Типа возьму генератор, квадрокоптер, чайник, две лопаты. Ну думаю, ну да, еще возьми побольше макарон и вилку, чтобы ты мог их снимать тут у всех с ушей. И тем не менее он привез генератор, квадрокоптер, электрочайник и две лопаты на мотоцикле. Что говорит о некотором нам. Да, ну меня уже представили, всем привет. Спасибо. Микрофон на самом зал. Тянет позиционно. Давай, удачи. Я жене передам. Короче, смотрите, как зарабатывать в Ютьюбе. Есть вариант вот так заработать Ютьюбом. Вот еще вот так заработать очень много. Есть у кого-то ножницы и такие, знаете, фантики, фантики, чтобы мы могли обрезать, как это делают на Первом канале. Вот эту самую часть, она на ренду. Итак, секундомер готов. Зрители готовы. Внимательно считаем, раунд у нас 30 секунд. Итак, поехали. Какой коварный. Трясен, 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 не останавливайся. Не останавливайся, трясен. Девять. Девять. Гомба. Держать нужно за ручку и трясти очень громко. Не забывай трясти, иначе накидывают лишние секунды. Итак, пошел отсчет. Два. Один. Начали. Самый жестокий сбор. У меня явно зуб на нее имеется. Вот, себя аккуратно. Другую. Спинной. Он носки сделал? Отдыхай. Вот так вот, да, надо сделать. Раунд. Проходи. Круг. Отдави ему ноги. Три, два, один. Начали. Раз. Раз. Девчонки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok